Президент поручил приступить с 1 октября к финансированию выплат зарплаты пенсии в размере 80%. Глава города проинформировал всех собравшихся о решениях, принятых вчера на внеочередном заседании правительства. В соответствии с решением правительства и президента, с 1 октября этого года начинается выплата бюджетникам зарплаты в объеме уже 80%. И пенсионное обеспечение тоже в объеме 80%. Для этого изыскиваются дополнительные ресурсы в бюджете республики. По президентской программе реконструкция социальных объектов системы просвещения отремонтируют 31 объект по всей республике. Работы финансируются из гуманитарного фонда и средств помощи Российской Федерации. В Бендерах в двух школах и двух гимназиях полностью заменят все окна и двери и обновят фасады. По городу Бендеры это 4 объекта. 16-я школа, 11-я школа, 1-я и 2-я гимназии. Будет проведена на этих объектах полная замена оконного и дверного заполнения по периметру на стеклопакеты современных материалов. По 16-й школе будет произведен ремонт фасада и ремонт кровли. Большинство работ будут выполнять строительные организации нашего города. Заменой окон займется Су-23 и фирмы Винпласт. Ремонтом кровли бендерская фирма Доброва. При этом контроль качества работы, расходование средств будет жестким. Цена одного квадратного метра не должна превышать 72-73 доллара за оконное заполнение одного квадратного метра. Это средняя цена установившегося по республике. Профиль должен быть не менее четырехкамерным по самой конструкции и по стеклу однокамерным с применением не китайского стекла. Это основные требования. Кроме этого, хочу сказать, что все договора на эти услуги строительных организаций будут направлены на экспертизу в антимонопольный комитет и на согласование Минрегионразвития. Все работы должны быть завершены до 1 ноября. Общий объем финансирования по бендерам – более 6 миллионов рублей из внебюджетных источников. Лариса Трабина, Иван Зелинский, Бендерское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова